Доброе утро всем! К нам приехала такая красавица Сима. Сима приехала к нам на операцию со своими владельцами по пластике век. У этой породы, порода Чаучау, вот так вот Сима прячется. Очень часто есть такое заболевание, как заврат век. И вот наша сегодняшняя задача сделать операцию, чтобы Сима могла в дальнейшем далеко и зорко смотреть. Поэтому смотрите за нашей историей далее. Так, Симе уже сделали седативный препарат. Елена владелец придерживает и она сейчас потихонечку войдет в состояние сна. Вот так вот дрожат ножки и Сима присаживается. Потом она ляжет, потом мы будем делать все необходимое. Поэтому вот такую историю сегодня для вас покажем. И ее характерный синий язык тоже. Сима уже под релаксом, в расслаблении, практически спит. Но это еще не наркоз. Владельцы ушли и мы с Симой остались один на один. Наша операция будет, наверное, минут через 30. Мы ее сейчас подготовим. Подготовим операционное поле. Уведем в состояние уже обезболивания, сна и проведем операцию. Поэтому присаживайтесь поудобнее, как я всегда говорю. И смотрите с удовольствием. Мы переместили Симой в предоперационную комнату. Сейчас Сима уже под релаксом. Поставим ей катетер, подготовим к основным действиям и шагаем в сторону операции. В дополнение нашей сегодняшней истории, некоторые из вас спрашивают. Доктор, как же вы выбриваете шерсть? Покажу. У нас есть вот такая машинка, которая и помогает нам в этом. Далее специальная бритва, затем специальный антисептик, обработки, подготовка поля. А затем только операция. Поэтому вот подсказка для вас. Сима уже на операционном столе. И я хотел бы вам показать характерный синий язычок, который характерен только для этой породы. Поэтому смотрите продолжение нашей истории далее. Обязательно мы поставили трубочку к трахею, которая даст возможность Симе комфортно дышать во время операции. Для чего это делается? Потому что у этой породы есть провисание мягкого неба, которое создает определенные нарушения во время наркоза. Поэтому всегда интубируем. Наша операция успешно выполнена. Симу мы сейчас положим послеоперационный бокс. Сейчас небольшие отеки, небольшое воспаление, затяжки и так далее. Но все это будет в прошлом, через две недели. Ниточки сами отпадут, шерсть вырастет, и Сима будет смотреть далеко из орка. А сейчас мы ее положим в бокс, сделаем капельницу, выведем с наркоза и наберем владельцев, расскажем, что все прошло хорошо, пускай больше не волнуются. Сима послеоперационном боксе спит и яснятся сладкие сны. Прошло несколько часов, Сима пришла в сознание, вышла с наркоза, лежит и загорает. И сейчас мы пойдем навстречу владельцам. Да, Сима? Да. Вот такой вот неспешной походкой мы летим с Симой к владельцам. Давай, побежали, Сима. Вот так вот, шаг за шагом. Ну, бегом. Прошло порядка пяти часов после операции. Не так давно Сима на столе была в релаксе, расслаблена. А сейчас уже все позади. Операция позади. И владельца сейчас с минутки на минутку откроет эти двери. И Сима поедет домой. Смотрит в окно. Где же владельцы? Скоро приедут. Скоро. Можно считать минуты. Они откроют эту дверь и обнимут нашу Симочку. Вот такой вот красивый синий язычок в начале нашего фильма. И по окончании. Вот так вот встречает хвостиком своих любимых владельцев. Все прошло хорошо. Теперь только восстановление, обработки. И в дальнейшем наша Симочка будет смотреть далеко и зорко. Тихо, тихо, тихо. Продолжение следует...